Свадьба – это союз двух любящих сердец, на пути которых встают многие испытания, радости, порой разочарования, невзгоды. Почти каждый год, прожитый супругами вместе, имеет свое название. Например, славная и знаменитая дата – 50 лет совместной жизни. Дожив до золотой свадьбы, супруги прорастают друг в друге. Они уже не представляют жизни порознь. Не часто встретишь в наше время людей, отмечающих этот прекрасный юбилей. 7 февраля золотую свадьбу отметили супруги Остапенко из села Вольного – Тамара Алексеевна и Алексей Васильевич. На днях наша съемочная группа побывала у них в гостях. За просмотром старых семейных фотографий они рассказали нам о прожитых вместе годах. Точнее, у Стопу, как вы познакомились? Расскажите про ваше знакомство. Да, начинали учиться в Лобинске. Получилось так. Я училась в Лобинске, в Швейной, после школы. С Натырбова я ездила. А он отслужил, в мае месяце прошел, искал училище, где поступить после армии. Ну, это я вам рассказываю правду, как она есть. На автостанции мы с группой девчонок учились и на автобус пришли. Там встретились? Ну, там он меня увидел, как можно сказать, подошел. Любовь с первого взгляда? Любовь с первого взгляда, да. Да, еще потом переписывались. В общем, с этого дня и началась у нас переписка. Это в каком году было? Это было в 70-м. В 70-м. Вот. Это было весной, значит, в 70-го. Лето он работал с отцом на комбайне в Новосвободной. Жил он, он оттуда. А осенью уже пошел учиться. В Майкопе нашел училище. Там учился. Ну, я здесь училась, а потом закончила. Пошла на телят в колхозе осенью. И это... В общем, как, залито не было писем. Там со станицей, ближе. А к осени пришло письмо, что где можно встретиться нам. Ну, у меня мама строгая была. И никуда не выезжать, никуда пусть приезжает к нам. Ну, он приехал. Написал, что когда он приедет в выходной после училища. Приехал. К нам пришел. Познакомились. И с тех пор стали мы уже переписываться. Потом... Это он раз приехал. На второй раз поехал домой, на другой выходной. На третий выходной проезжает. Мы будем сватать. Позже? Ага. А я и не знаю, что сказать. Мама говорит, а как она? Согласна, че нет? А он отвечает, согласна за меня. Ну, вот так вот быстро, как сказать. Не вон ты, говоришь, да. Ну, а потом же, ну, а куда ж мне деваться. Вроде человек понравился. Чушь. Ну, на следующий раз он поехал на выходной домой. Сказал, приезжает, на когда приедут засватать. Ну, как положено, после покрова. Приехали, засватали. На февраль, на 7 февраля, как раз его день рождения, назначили свадьбу. Попадалок себе. Да, двойной, да. Ну, нас не регистрировали, потому что мне было еще 17 не исполнилось. Жили, а потом уже, как сына родили, зарегистрировали, нас уже расписались. Получается, в 71-м году, да? Да, свадьба, в 72-м уже ребенок у нас был, зарегистрировались мы. И вот с тех пор живем. Сынок Андрей. Сколько у вас детей? Пятеро. Три сына, две дочки. А сейчас уже разбеглись, работают по краю, вахтах. А вы за это время где работали, кем работали? А мы за это время... Здесь, в колхозе. Немного пожили мы в свободной. Ну, ему там не нравилось то, что грязь, и далеко детям в школу ходить. А здесь он был в детстве как-то, в этом месте. И ему тут понравилось. Тут уже купили и подстроили. Родители ему покупали жилье, потом помогли нам тут купить. Тут была хатка. 50 на этом месте. Дом уже мы сами строили, когда уже на ферме. В общем, на ферме мы все время работали, в животноводстве. До самой, можно сказать, до развала этого, когда уже пошло. А потом я уже... Он в школу пошел кочегаром, потом на газ переучился, на газе топил, он там отоплел. Заканчивал. А я в соцзащите работала. До пенсии тут. По обслуживанию населения. Бабушек. Ну, так вот. И как давно вы на пенсии? Ну, я на пенсии... 50 лет ушла. Ой, точно, и в седьмом году. Ну, она на пять лет раньше, по детям. А вы? А я... А он в 60 лет ушел. В 2009 я вот ушел. Да, в 2009 году он на пенсию ушел. Со школы. В 49-м. Я 2009-го... Было 60. Пошел. Дети ваши... Где же, вот поблизости, вы часто можете собираться? Да, мы не собирались. Собираться так... Ну, это как они... Время у них есть, они прискочат кучкой. А так, у кого когда время есть, наведаются. Меньший сын в Краснодаре живет. Сейчас уже сами все в районах. А эти тут поближе, ну, вахтой работают. Старший сын бывает на полгода уезжает. Уезжает день в день. Средний тут работает тоже ездить. Не на месте работает. Ну, девчонки здесь. Одна у нас инвалид, дочка. Ну, наведываются, проведывают нас, как раз, не бросают. Други есть у вас? Десять внуков. Пять правнуков. Уже. Хочи-хочи-хочи. Уже пока. Ну, еще только внучку замуж отдали. Старший сын выдал замуж. Еще. Еще ее сын на подходе жениться. Ну, еще пока учится. Невеска. Он тоже уехал в Москву на вахту. А так, инди уже. В основном, внуки уже взрослые. Одна еще в школу ходит у старшего сына. Растут дети потихоньку. Заходы совместной жизни. Вы прожили 50 лет вместе. Это немало. Какие тяжести были на вашем жизненном пути? Несомненно, есть что вспомнить. Да, всяко бывало так. Ну, так, дюжа плохого ничего не было. В семье так старались. Ну, не без ссор, не без того, что не ссорились. Ну, это семейные такие дела. Как-то старались избегать такого скандала. Он и не нужен, в принципе, если все взаимосвязано, как говорится. Больших разногласий не было. В любви и согласии супруги Остапенко воспитали пятерых детей. И в результате у них теперь 10 внуков и 5 правнуков. Какие качества вы больше всего цените друг другу? Терпимость друг другу. Уважение. Ну, понимание друг друга самое главное. Ну, в основном, вот сейчас уже в данный момент, данный момент по жизни так и есть. Терпение большое надо это. Ну, взаимопонимание. В основном, вот, понятие друг друга понять. Тогда уже будет ладиться. Тогда ладится, да. Жизнь такая штука, что все приходится переживать. Ну, такое сильные стрессы, потрясения у нас, бог минуло. Ну, только что потеря родителей. Ушли родители и у его, и у меня. А так, слава богу, хватает сил, терпения на все. Находим общий язык. Пятьдесят лет совместной жизни отмечали? Да. Проезжали дети, кто смог. Не все, но внуки были, провнучат проводили. Провозили, были. Вы каждые ежели отмечаете и 40 лет, 45 или как-то? Нет. Нет, ну, мы, знаете, у нас день рождения каждый год такой, семейный. Ну, у меня, у нас заведено, я пеку пирог с яблоками, там, с фруктами. Проезжали и со станицы брат. У его семьи 9 братьев, сестер. Тоже живет, тоже. Тоже общаемся, так. Совместно дети придут, у меня пирог, там, чаю попили. Это вот такое, каждый год, каждый год, день рождения. У детей день рождения, тоже пеку пирог. Если мы сами вдвоем пирог спекут, это нам на несколько дней пирог, чай пить. Это праздничный пирог у нас. А так, чтобы собираться, вот так вот, как вот этот раз собрались на юбилей. Мы не ожидали, что приедут где-то все, они тут сами попридумали. Большие вот на Новый год собирали, собираем, когда? Да, когда они все дома. Потом 8 марта. Они приходят, когда у кого есть возможность. В них распопадает 12-го день рождения. Ну да, в марте двойной тоже, 8 марта 12-я. Цветы там? Приходят, прибегают, поздравят, позвонят. Отдыхают. Не оставляют нас так, чтобы... Вот такие праздники. Это же хорошо. Нет, не забывается. Каждого. Вы вдвоем справляетесь по дому? Справляемся потихоньку. Справляемся. Ну, нас обслуживают девчонки. Няньку не нанимаем. Только, ну, мне вот это вот бывает тяжело, когда давление поднимется. Я больше прошу, чтобы купили что-то мне принесли. Хлеба в основном. А так по дому я потихоньку. Ну, когда что-то нужно, они помогают. Прошу. Потому что я работала в этой службе, я знаю эту работу. И девчонок всех знаю, с ними работала даже, ушла на пенсию. Ну, спасибо им, что не бросают, не оставляют. Как говорится, для нас это много значит. Придут новости какие-нибудь узнать, что творится. Тем более сейчас вот этот коронавирус этот... Уже нам он не страшен. Потому как мы уже... Мы сделали первую прибивку. Ездили у нас, и Бог. 23-го поедем на полтору. Еще будем. Вот, и все. Еще. Нормально. Нормально. Не так, как говорится. Даже я вообще ничего не почувствовал. Была какая-то первая... И, может, что думаешь за ее, да? Как в виде недомогания первые три дня. Такое вот. Но температуры не было. Ничего. А как вы вообще решились сделать прививку? Ну, по телевизору смотрим, слушаем. Соцзащитница прошла. Мы спросили у нее, как будут делать, чтобы нам сделать. Ну, говорит, пока мы еще не знаем. Первого числа вечером звонит с поликлиники. Вы желали привиться? Да, ну, разговаривали. Ну, потом я звоню соцзащитнице, спрашиваю, что это правда, неправда. Она говорит, да, я подала заявку. Завтра, проходите. Только, говорит, забыла вам сказать. Ну, мы на утро пошли, к восьми сказали нам пошли. И досмотр прошли. На скорой повезли в Натырбол. И полчаса там посидели после прививки и домой привезли нас. Ну, ничего. Ничего страшного нету. Можно прививаться, особенно пожилым. Мне кажется, это необходимо, потому что никуда не выйти. Вот сидишь дома и надо. Ну, я редко бегаю, так я живу, девчонки помогают, соцзащита. На этот период хорошая помощь от них. А так, ну, теперь уже будет чуть посвободнее, чуть не так страшно. Мне кажется, хоть и в маски поедешь где-то в город на рынок. Привык лишь тут рядом на рынок ездить. Поэтому так вот и решили вдвоем. Раз надо, значит, надо. Будем уже за его меньше думать. Ну, да. Вы отметили 50 лет совместной жизни. Что вы можете друг другу пожелать? Здоровья. Счастливой жизни. Сил, чтоб хватило на... Чтоб меньше болеть. Самое главное, здоровья. Ну, а так у нас все есть. Понимаем друг друга. Ну, конечно, в дальнейшем, чтоб понятие это не развеялось. А больше, чтоб понимать друг друга. Куро хозяйства мало. Хозяйства-то курочки да уточки. Больше отдыхаем уже. Здоровье уже не то. Держали корову, держали. Огород все держим. Сажаем, пашем. Помидоры, огурцы. Ну, продукты свои так стараемся почутили. Ну, хватает нам. Раньше сажали много, чтоб детям помочь. Мы даже не носим, не... Для себя. Для себя, да. Закрываем на зиму. Да. Дети у каждого свое хозяйство позавели. Раньше мы им помогали продукты там, пока они на ноги становились в семье. А сейчас уже они нам носят. Живем, сажали веточки, вот это вот. Груши, яблони, чережню. Садок есть. Да, садок. Садок есть свой. Ну, так... Продукты в основном не покупаем. Вот что есть. Ну, бывает там колбаску такого вот. То сладкого, что-то хочется такого. Раньше хозяйства больше держали и коров. И... Ну, возраст... Кабанов. Свиньи были, и овцы были, и козы были. Все держали, почуть пробовали. И лошадь была. О-о-о-о. А сейчас уже... Говорю, все, хватит. Уже ноги болеют. Картошку копали плугом, лошадь. Угу. На зернальнику держали огород. Ну, тогда колхозы давали на поле. Там больше, больше было земли там. Землю. И дома, и там. А сейчас вам не тяжело с огородом? Да, сейчас... Мы уже потихоньку. У кого... У поля ж побросали, а дома тут меньше. Когда нужна помощь... И то половина уже не пашем. Сын бывает, когда дома приезжает, просим там мотоблочить или скосить мотоблоком. Так, по мелочи. А так сами потихоньку. Ну, по силе возможностей. Сколько сможем, столько и делаем. Уже... Уже не молодые. Поэтому. Как пара с большим таким стажем семейным, что можете пожелать с молодым семьям, которые только начинают свой совместный путь? Любви. Да. С молоду любовь. Самое главное. Друг друга уважать, во-первых. Понимать это с первых дней. У них почему-то вот плохо, когда вот они уже свадьбы сделают, а потом разбегаются. Вот это не надо. Вот это сейчас, да, сейчас в основном вот сколько в жизни бывает. Вот это плохо. Затратились, а потом не подходят друг другу. Желать счастья семейного, любви. И здоровье. Понимание терпимости друг к другу, чтобы... Особенно первое время, первые годы, как вот, можно так сказать, как молодежь, притирка вот эта. Чтобы они не разбегались. Надо сделать так, чтобы мудрость появилась. То, что всяко бывает, там, а молодежь сейчас же такие импульсивные. Все в интернетах, в этих сидят. Надо жить настоящей жизнью. Не той, что там за экраном. А вот перед собой видеть друг друга чаще. И вместе, начинать вместе, все решать вместе. Не то, что, а, я. Я, я это, я остается я. А теперь уже мы. Вот это самое главное. Чтобы было понимание, что вместе все это должно. Тогда оно по жизни пойдет незаметно. И будет одна семья. Несмотря на прожитые годы, Тамара Алексеевна и Алексей Васильевич сумели сохранить любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу. Хочется им пожелать долгих лет жизни и здоровья. Натюся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района. Субтитры создавал DimaTorzok